Что если я вам скажу, что есть некоторые виды каш, которые можно просто есть, и вы будете всегда здоровы? В этом ролике я вам расскажу о самых полезных кашах, которые способны улучшить ваше здоровье и самочувствие в целом. Поехали! Чем булгур является таким полезным для нашего организма? Эта крупа представляет собой раздробленные зерна пшеницы, которые сначала обдают кипятком, высушивают и обрабатывают паром. Благодаря пропариванию и высушиванию на солнце крупа приобретает тонкий вкус и аромат, который передается будущему блюду при приготовлении. Булгур наиболее распространен в таких странах, как Индия и Армения, странах Средиземноморья и Ближнего Востока. В нашей стране он появился не так давно, однако быстро завоевал народную любовь. При выборе стоит обратить внимание на разновидности этой крупы. Она может отличаться цветом, структурой и привкусом. Самая высокая пищевая ценность у цельнозерновой каши с коричневым оттенком. В ней содержится бета-кератин, витамины группы К, В, Е, а также такие элементы, как калий, железо, фосфор, медь, натрий и цинк и много других полезных элементов. Кроме того, в состав крупы входят сахариды, клетчатка и ненасыщенные жирные кислоты. Эта каша оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, нормализует обмен веществ, способствует оздоровлению волос и кожи, а также улучшает цвет вашего лица. Самая полезная каша – это гречка. Она заслуженно занимает место в нашем рейтинге. Ее можно и нужно употреблять детям и взрослым, спортсменам и любителям правильного питания. Ее главные плюсы – это низкая калорийность и быстрое усвоение организмом. В составе гречневой каши есть цинк, калий, протеины, витамины группы П, П, Е, А и Б. В продаже можно встретить ядрицу в цельных зернах и продел в измельченных зернах. Вторая разновидность гречневой каши встречается чаще всего. При этом ее польза одинаково высока. Например, в 100 грамм гречки содержится 313 калорий. При этом процентное соотношение белков и жиров составляет 12 к 3. То ничего себе! Крупа имеет антиоксидантные свойства. Ее рекомендуют при болезнях ЖКТ, ожирении, при сердечных проблемах, заболеваниях сосудов и печени и тоже диабета. Каша способствует снижению холестерина и стимуляции кишечника, что тоже очень важно, ведь от этого зависит наше настроение и здоровье. Почему манка тоже является очень полезной кашей? Манная каша представляет собой разновидность пшеничной крупы и создается путем глубокого помола. По сравнению с другими крупами она содержит мало полезных компонентов, однако обладает высокой питательной ценностью. На ее приготовление требуется минимум времени, к тому же она быстро усваивается. За счет тех же самых быстрых углеводов. Манку рекомендуют употреблять детям, людям с проблемами ЖКТ. Пациентам после операции крупу можно приготовить отдельно или использовать в таких блюдах, как беточки, запеканка, манные пудинги и муссы. При ее выборе нужно быть осторожным людям с непереносимостью глютена, так как он в большом количестве содержится в этом продукте. Кускус также является очень полезной кашей. Кускус также относится к разновидностям пшеничных круп. Изготавливается из перемолотых твердых сортов пшеницы. Пищевая ценность приближается к макаронам, однако эту крупу варить не нужно. Ее достаточно залить кипятком или пропарить. Главным свойством каши относятся снижение риска появления рака, хронических сердечных болезней, а также диабета. Кускус стабилизирует гормональный фон и делает крепче иммунитет. Это мощный антиоксидант благодаря высокому содержанию селена. Также в составе есть медь, предотвращающая ранее поседение. Кино – очень полезная каша. Его еще называют крупа жизни. Она обладает рядом полезных микроэлементов и внешне имеет сходство с гречневой кашей. Врачи рекомендуют употреблять ее абсолютно всем, особенно пожилым людям. Данная каша оказывает благоприятное влияние на кости, суставы и опорно-двигательную систему в целом. Однако, несмотря на полезные свойства киноа, не следует ее использовать в рационе чаще, чем раз в неделю. Чрезмерное употребление не только не принесет пользы, но и будет попросту отравлять ваш организм. Дело в том, что киноа содержит небольшие порции оксалаты и крайне опасно регулярное их попадание в организм. Поэтому, чтобы крупа приносила пользу, употребляйте ее умеренно. В таком случае, ваше тело будет всегда в отличной форме, а кости крепкими и готовыми к нагрузкам. Так называемая кукурузная каша тоже полезна для вашего организма. Кукурузная каша улучшает состояние кожи, волос, ногтей, повышает уровень гемоглобина, оказывает помощь в восстановлении нервной системы. Также ученые доказали тот факт, что кукурузная каша необходима для профилактики болезни того самого Альцгеймера. Однако, даже такая полезная крупа, как кукурузная, должна быть в рационе в умеренных количествах. Любое питание должно быть разнообразным, и тогда еда будет здоровой. Рис тоже крайне полезная каша. Самый полезный рис – это дикий, коричневый, ну и длинный, конечно. Крупа содержит в себе большое количество белка и сложных углеводов. Употребляя рис, можно улучшить память, снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Он заряжает энергией и поддерживает мышцы в тонусе. Цельный рис содержит клетчатку, магний, марганец, а также фосфор и селен. Кроме того, в нем много витамина В. Важно, чтобы продукт оставался в цельном виде. Очищенный и полированный рис вместе со трубями и зародышами теряет свои полезные свойства. Конечно, цвет не определяет сорт продукта, а лишь указывает на неочищенный, богатый витаминами и минералами продукт. Коричневый рис готовится дольше очищенного, отличается ореховыми нотками во вкусе и плотной для жевания структурой. Крупа содержит в себе большое количество белка и сложных углеводов. Употребляя рис, можно улучшить память, снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Он заряжает энергией и поддерживает мышцы в тонусе. Как пшеничная крупа улучшает наш организм? Это неотгемлемый элемент в любом рационе. Она обладает множеством полезных свойств, благодаря которым можно надолго сохранить молодость и красоту. Она отлично подойдет для людей, которые хотят сбросить лишние килограммы. Ведь такая крупа препятствует возникновению чувства голода, что снижает вероятность частых перекусов. Существуют и противопоказания. Например, не рекомендуется употреблять пшеничную крупу людям с непереносимостью глютена и гастритом, с пониженной кислотностью. По содержанию необходимых микроэлементов, пшеничная каша является аналогом булгура. Поэтому, если вы не поклонник булгура, то пшеничная каша будет хорошим аналогом. Переловка тоже крайне полезна. Эта крупа обладает антибактериальными свойствами и способствует нейтрализации аллергических реакций, улучшению работы органов ЖКТ, очищает организм от шлаков и токсинов. Также это идеальный помощник против лишних килограммов. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, улучшить общее состояние организма, насытить его важными для здоровья микроэлементами, выбирайте перловку. Считается, что самая полезная каша, гречневая или перловая, способна укрепить иммунитет и обеспечить хорошее самочувствие. На худой конец можно выбрать ящевую крупу. Она также полезна для вашего организма. Это одна из любимых каш как детей, так и взрослых. Наряду со своим невероятным вкусом, каша приводит к норму обмен веществ, улучшает пищеварение. Поэтому врачи рекомендуют ее. К употреблению беременным, детям и спортсменам, необходимая порция данного продукта подбирается индивидуально. Ящка обладает огромным количеством витаминов, благодаря которым можно очистить организм от токсинов, а также холестерина. Регулярно употребляя ящевую кашу, вы сможете давать своему телу энергию, силу и выдержку. Овсяная каша тоже полезна для нашего организма. Особенно полезной является только овсянка долгого приготовления. А вот быстрорастворимая каша – это наоборот одна из самых вредных круп в принципе. Что же полезного можно найти в овсянке? Прежде всего, это большое количество витаминов и микроэлементов, клетчатки, железа и антиоксидантов. Эта крупа отличается низким гликемическим индексом, поэтому полезна для крови и фигуры. Бета-глюкан в составе овса нормализует уровень холестерина в крови и снижает риск развития болезни сердца. Он способствует росту числа полезных бактерий в желудке, действуя как топливо для микробов. И дает чувство долгого насыщения. Овсянка – одна из самых полезных каш для кишечника. Если вам интересно, какая самая полезная каша по утрам, советую вам варить овсянку. Эта каша помогает быстрее запустить пищеварительный процесс, улучшает здоровье печени и обеспечивает стабильную работу щитовидной железы. Конечно, полезной можно считать и полбу. Сейчас это название практически исчезло из-за бихода, как и сама крупа какое-то время назад стала мало кому известной, хотя она относится к одной из самых древних зерновых культур на планете. По заверениям археологов, люди начали употреблять полбу более 8 тысяч лет назад, но тренд на здоровое питание познакомил нас со многими новыми продуктами, в числе которых и крупа фара. Под этим именем, которым крупу называют в Италии, и прячется полба – дикий вид пшеницы, который никогда, в отличие от обычной, ни разу не попадал в сферу интересов селекционеров, а значит никогда не подвергался воздействию генной модификации. Из всех круп, полученных из пшеницы, в полбе больше всего пищевых волокон, которые обеспечивают правильную работу ЖКТ. Железо же участвует в кровотворных процессах и увеличивает выработку эротроцитов, что ускоряет в том числе и обмен веществ. Кальций и фосфор поддерживают здоровье костей и зубов, а тиамин в ее составе активизирует защитные функции организма. Смотрите больше интересных роликов на моем канале, подписывайтесь и до скорого, друзья!